Проект закона, безусловно, хороший, поддерживает детский и юношеский кинематограф на государственном уровне. Верное решение и своевременное, но в приложенных к проекту закона документов, в том числе в отзыве правительства, информации достаточно мало. В финансо-экономическом обосновании сказано, что на принятие данного проекта закона не потребуется дополнительных финансовых средств из бюджета. Возникает в связи с этим много вопросов, например, о каком количестве фильмов идёт речь, и какие суммы государство готово выделить на их стопроцентное финансирование, и что предлагается делать в том случае, если фильмов в год окажется гораздо больше, чем возможных предусмотренных денег на их финансирование? Я думаю, этот вопрос решается, так сказать, опытным, экспериментальным путём. Вот передо мной лежат релизы, у нас за 2021 год всего три вышло детских фильмов, запущенных в производство при поддержке Минкультуры, а вот в 2022 году таких фильмов уже 10. И ещё 8 – это те, которые поддержаны Фондом кино. Общую сумму, вот я попросила, чтобы мне коллеги...